Придя на тета-хилинг, я даже не знала, что это такое. Вообще с этим словом никогда не сталкивалась, хотя всегда увлекалась психологией, сознанием, подсознанием, но каким-то образом это было мимо меня. И пришла я на сеанс тета-хилинга, думая, вообще уверенная в том, что это обычный сеанс с психологом. Направил меня туда доктор, кандидат медицинских наук, обычный невропатолог. Отправил меня после приема с сыном. И прием наш тоже был один из обычных. Сын заканчивал первый класс, и в летние каникулы я решила сходить, ну как бы перепроверить, потому что все-таки первый класс, стресс и все такое. Ну и на самом деле я видела, что он беспокойный, тревожность какая-то повысилась, ну как у первоклашек, наверное. После того, как у него все обследовали как обычный невропатолог, она попросила сына выйти и просто на листочке мне написала мобильный телефон и написала Юля. Дала мне этот телефон, я думаю, что это психолог, это обычная практика, когда врач отправляет маму с ребенком, в первую очередь маму, что нужно сначала с мамой работать, это классика. И я так и сделала. Я позвонила Юле, записалась на обычный сеанс психолога, прихожу, Юля меня спрашивает, вы знаете, что такое этот хилинг? Я говорю, никогда не встречала. Вот, она начала мне, ну вкратце рассказала, и когда она начала рассказывать, что это и как с этим работают, я поняла, что как будто бы, как будто бы мне это все знакомо, и это было очень близко. И практически после первого сеанса мы уже договорились о том, что я приду учиться. Я не шла в тета-хилинг с какими-то, я шла туда с интересом, я не шла туда для решения чего-то. Допустим, у меня не было какого-то комка проблем, которые я знала, что вот здесь я плоха, здесь у меня непорядок, здесь мне нужно чем-то поработать. Нет, я туда пришла с любопытством и с интересом вообще понять, и в первую очередь понять, наверное, себя, другую я, которая внутри меня, которая глубоко спрятана была, и мне хотелось найти кого-то, с кем можно поговорить о каких-то тайнах подсознания, о том, что внутри нас творится, а вот этой вот биохимии вместе с подсознанием. И я пришла сюда именно для этого в самом начале. У меня не было ни желания, ни намерения работать с этим, сделать это, ну, какой-то частью бизнеса, может быть, а частью именно образа жизни, да. И первый курс я его и закончила так же, я была абсолютно уверена, и всем отвечала на вопрос, будете ли вы практиковать, я говорила нет, это просто для меня. Слава Богу, что в моем пространстве не было других вариантов, потому что первая моя встреча с Юлей, я очень благодарна тому невропатологу, который составил эту встречу, ну и вообще всем обстоятельствам, которые привели меня тогда именно к Юле. Юля тогда не была инструктором, она была тета-практиком, к которому я пришла на сессию, на первую. Далее она была организатором курсов с другим инструктором, и я туда пришла на обучение. Закончила первые два курса. Ну, честно, после первых двух курсов я была просто знакома, что существует подсознание, планы бытия, что есть еще нечто таинственное. Я могла делать только наполнять любовью и делать загрузки и выгрузки. И это все, что я смогла после двух курсов. Ну, вот такое у меня было понимание. Дальше у меня и представление было небольшое такое, скажем. И как бы я думала, что как раз это тот формат, где не нужно никого спрашивать, разрешение, наполняя всех любовью. Как бы это же образ жизни, прям круто. Вот. А потом, когда я узнала, что Юля стал инструктором, конечно, я пошла учиться только у нее, и вот до сих пор я с ней. На данный момент интуитивная анатомия. Ну, вот если бы ты меня спросила до завершения интуитивной анатомии, я бы сказала, что я и создатель. А сейчас интуитивная анатомия однозначно. Тот поиск, с которым я жила очень долгое время, даже уже будучи знакома с этой хилингом, с этой методикой, проводя с собой медитативные всякие там вечера какие-то, начиная работать со своей семьей, с каким-то близким окружением, все равно во мне все еще был поиск чего-то. Поиск меня, поиск места, поиск, состояние поиска. Состояние потери чего-то непонятно, я не могла определить, почему у меня ощущение какой-то потери, как будто бы. И у меня не было понимания, то есть я все еще искала, но не знала, что. Вот я прошла этот курс, я не могу сейчас тебе сказать, я нашла вот следующий один, два, три и так далее. Но я нашла комфорт внутренний, я нашла дверцу, наверное, свою, в которую я заглянула, в которую я с помощью Юли этого курса и всех участников этого курса, они все помогли мне найти меня, и я нашла тот комфорт, в котором мне сейчас я себя чувствую гармонично. То есть я знаю, что вот я закончу этот курс, мало что изменится. Бизнес, моя работа останется прежним, семья, слава богу, дети, мое воспитание их, ну, скорее всего, останется прежним, там, на каких-то, знаешь, принципах, постулатах обычных, этика, там, экология отношений и все такое. Но я знаю, что еще сейчас дать себе, своим детям с позиции интуитивной анатомии, с позиции познания себя, как чувствовать, как не бояться, как с этим жить комфортно. А кроме того, я еще этим могу делиться. Когда я пришла в это хилинг и только с ним познакомилась, я однозначно, однозначно ни с кем не собиралась работать. Для меня это был стресс. Честно тебе скажу, все курсы до интуитивной анатомии, включая начало интуитивной анатомии, все курсы для меня были стрессом. Потому что сесть с кем-то и сократить дистанцию и к себе дать заглянуть, и взять разрешение заглянуть к кому-то, вот это сокращение дистанции, для меня это был стресс огромный. Я могла, я очень хороший слушатель, я общаюсь с людьми, чаще слушая. Мне сложно было всегда говорить, потому что все, что я хотела сказать, это было внутреннее мое я. А наружным, ну как бы, зачем о нем рассказывать, и так видно. А вот с внутренним я делиться не хотела. Интуитивная анатомия, она вот эту черту позволила мне очень легко перешагнуть. Я сейчас чувствую невероятный комфорт от общения. Я просто самозабвенно разрешаю заглянуть к себе, потому что я знаю, что эта глубина однозначно, если там что-то есть, мы это поднимем, и это будет еще комфортнее, с каждым разом комфортнее. То есть мне стало комфортно быть самой собой, с людьми, и это тот курс, после которого я точно знаю, что я буду работать с людьми. Причем очень комфортно.